Привет! Сегодня я хотел бы поговорить о звукозаписи. Неважно, запись это на студии или дома. Очень часто сталкиваюсь с проблемой волнения во время записи. Вроде бы всё отрепетировано, подготовлено, но какого-то чёрта ты не можешь сыграть то, что знаешь наизусть. И это доставляет кучу проблем. Время идёт, а ты записать не можешь ничего. Проблема, конечно, это чисто психологическая, и решать её нужно в голове. Поэтому я собрал, написал несколько пунктов, которые, может быть, помогут кому-нибудь. Значит, первый — это избавиться от мысли записать идеальный дубль. Иногда он получается. Но зачастую это просто трата времени, когда вот музыкант сидит и такой, «Сейчас, сейчас, подожди, подожди, я сейчас играю!» И первый раз, пятый, шестой, и ничего не получается. Это практически нереально — сделать дубль идеально от начала до конца. Немногие великие музыканты даже смогут это сделать. И что уж говорить, особенно если опыт звукозаписи у тебя невелик, и ты приходишь на студию, где всё необычное, где какие-то незнакомые люди, куча микрофонов, усилителей — это немножко стресс. Поэтому лучше взять песню и разбить её на какие-то части. Куплет, припев, я не знаю, там, разобраться самому, на какие части ты её разобьёшь. В общем, значит, второе — это сделать несколько дублей. То есть ты берёшь, играешь песню несколько раз, от начала до конца, а потом уже из этих дублей особо много делать тоже не к смыслу, потому что ты потом просто запутаешься. Три-четыре, я думаю, вполне достаточно. И потом уже из этих дублей выбрать наиболее удачные части и из них сложить свою партию. Очень хороший вариант, поэтому советую не забывать о нём. Третье — это тоже такой психологический момент. запись рассматривать как получение опыта. И вы идёте на студию, или если вы дома даже записываетесь, работа должна приносить удовольствие. И мучить себя с целью добикса идеального звучания, звукоизвлечения, вообще по большому счёту обычный слушатель может даже этого не услышать. Вот, например, звукорежиссёры известные советуют не увлекаться тем, что слышишь только ты. То, что слышишь только ты, кроме тебя никто больше не услышит. И акцентировать на этом внимание нет смысла. Поэтому слушатель, он же слушает мелодию, ему важна именно подача, то, как ты играешь, а не сыграть как робот точно в метрономе. Микрос-метроном — это, конечно, важно, но, в конце концов, люди — не роботы, и идеально сыграть не получится. И даже если где-то там у тебя что-то пошло не так, но ты сыграл это с душой, и сыграл это так, как хотел, то есть ты вложился в эту партию, то, по-моему, лучше тогда оставить как есть. Так вот, к записи не нужно относиться слишком серьёзно, потому что это начнёт убивать весь процесс. Это начнёт убивать всё творчество. И понятно, что каждому хочется добиться максимальных результатов. Время, приведённое в студии, домашняя эта студия или там какая-нибудь очень крутая, это опыт. И чем больше ты будешь заниматься, тем меньше ты будешь заморачиваться вот такими вопросами, потому что всё приходит с опытом. И всё временем запись уже не будет казаться чем-то таким кошмарным и ужасным. И будет происходить более естественно. Так что по возможности вообще всегда нужно записываться. Особенно если ты гитарист, то лишний раз услышать себя со стороны никогда не будет вредно. Тебе кажется, что вроде бы ты играешь хорошо и ровно, классно, прям, ты суперстар. Но вот если ты запишешь это, переслушаешь, ты услышишь те косяки, на которые ты обычно не обращаешь внимания. А они... Они есть. Они никуда не деваются. И от твоей крутости они тише не станут. Так что записываться всегда полезно. Занимайтесь музыкой. Записывайтесь, творите. И... До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok